Буквально несколько месяцев назад на этом месте торжественной обстановки представители крымской власти установили закладной камень и пообещали, что памятники Екатерине Великой откроют этим летом. Сегодня это уже почти подготовленная под монумент площадка. Завершены работы по заливке бетона, ведется процесс гидроизоляции, подключаются фонтаны. А они, к слову сказать, будут представлять из себя технологии, которые ранее в Крыму не использовали. Мы здесь сделаем очистку. Это будет центральный вход, это будет тот служебный. Здесь планируются и детские площадки отдыха, и рекреационная зона, и спуск к Салгеру будет по-другому. Все будет классно. Самая главная деталь монумента – Екатерина Великая в бронзе уже в Симферополе. Пока полностью памятник рассмотреть не удается. Лежит он в горизонтальном положении, но и в этом виде Екатерина величественна и грациозна. Скульпторам удалось воспроизвести памятник, который стоял здесь ранее. Судьба так распорядилась, что оказался он не на века. Монумент снесли во времена СССР. Эскизов у художников и не было. Пришлось воспроизводить его по старым фотографиям и открыткам. Судя по ним, монумент обещает быть грандиозным. Я считаю, это просто справедливо, потому что столица Крыма, Симферополь, он и основан по повелению, по указу Екатерины. И вы знаете, как назывался этот памятник? Его название в 1890 году, которое дал автор его, профессор Лаверецкий, называется «Что не говори, а правда нужна». Это актуально и сегодня. Что не говори, а правда нужна. Конечно, это важно для нас. Ниже статуи, вокруг ее подножья будут расположены скульптуры четырех видных деятелей Екатерининской эпохи. Григория Потемкина, Василия Долгорукова, Александра Суворова и Якова Булгакова. Отдельным украшением станут фонари. Все это тоже уже в Симферополе. Еще месяц-полтора работы и перед жителями Крымской столицы во всем величии вновь восстанет бронзовая Екатерина Великая. Но это еще не все. Центральный парк культуры планируют облагораживать и дальше. Планируется ограждение по периметру. Дальше планируется аллея героев-полководцев Российской России. Это будет самое лучшее место, не побоюсь слова, в Крыму. Мемориальное, которое будет создано нами в период вхождения в состав России. Это будет гордость Крыма. Если деньги на дальнейшее благоустройство возьмут из государственной казны, то сам монумент сделан исключительно за средства крымчан. Собрали почти 47 миллионов рублей. Юлия Попович, Александр Тищенков, Служба новостей и ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова